привет а вот это в двери а шо вы тут стоите человека предупредили вы человека предупредили вот еще один можно ваше службовое посвящение алло службовое посвящение да шо ты там включаешь шо ты включаешь в свою бодики вот сидят видите сейчас пойдем пообщаемся с человеком выйти пообщаемся да вообще насрай я уже эту схему знаю димон друзья бондаренко или бондар не помню его фамилию сейчас мы по свечения узнаем и еще один это люди у нас на мрео сидят разводят дальнобойщиков якобы за то что они проезжают на знак 20 тонн и бывают такие моменты когда у водителя чисто случайно в документах находятся денежные средства и эти уроды даже не говорят о том что забери нормальные полицейские заберите документы деньги и мы вам выпишем типа пацаны эти же дела наоборот меня зовут Вадим расскажи как все было подошел как обычно они останавливают но попросил разрешение на проезд негабарит ну на негабарит ну ты ему дал да у тебя все же документы есть на ну разрешения не было ага ну допустим не было хорошо дальше что происходит файлы где лежали накладные были деньги у меня мелкие на расходе нагрузчиков там так так чисто случайно прикрепилась к этой накладной накладной руке и кричите мне дают взятку скажи мне пожалуйста он тебе говорил такое что заберите свои деньги иначе я буду расценивать как это нет 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 он просто выхватил да я тебе скажу они делают показатель мы будем в управлении я этот вопрос очень серьезно подниму потому что это уже не первый случай когда они занимаются эта херня называется я сейчас попытаюсь вызвать сюда руководителя пошли в машине пусть документы отдают стучи в окно документы они должны все составлять вот это не бойся не бойся уже сколько времени прошло ребят заносова ничего 40 минут уже сколько ждать же можно 5 минут и вы не подходите вы человека предупредили о том чтоб он забрал деньги с файлов предупредили или вы тут хернёй занимаетесь мы по вам вопрос по дыме попроси документы пусть в твоем присутствии составляют что они там пишут неизвестно документы вернули постанова вроде запечат вернули документы вы потом уважение хотите чтоб вам было вы просто тупые которые забрали забрали документы у человека забрали документы у человека и пытайтесь на него что нибудь какие то материалы сфабриковать что ты там вешаешь что ты себе там вешаешь никто тебя пальцем не тронет нахер ты кому всрался тебя проще словесно унижать хоть так удовольствие получаешь говори верните мне документы не бойся говори ничего тебе за это не будет мы поможем вы протокол написали? постановление все дали постановление он поехал дальше взятку вам никто не давал скажи я вам деньги не давал у меня деньги лежали в файле накладной выпали скажи он предлагал вам бабки? ну давайте на мужиков на полицейских он предложил вам говорит давайте я вам дам бабок а вы меня отпустите он говорил такие слова я нарушил вы выписали постанову я оплатил такие вопросы еще ха ты б** 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 а за факью я на тебя тоже скаргу напишу потому что ты вызываешь мне ненависть понимаешь за твои поступки я тебя прям люблю что? думаешь о тебя да ты меня ненавидишь было бы твоя что? ненавидим ничё было бы твоя воля я не знаю что бы ты наверное с людьми делал бы не с людьми со мной конкретно там может и с тобой ооо годится на камеру тоже записал может все я понял напишем на тебя тоже напишу не переживай вы тут людей разводите и вам человек ни хера не предоставлял а вы на него хотите что то составить так как можно к вам уважение проявлять это называется п***** понимаешь просто п***** так как ты делаешь все уже знаю что что? так как ты делаешь все уже знаю что ты кричишь как ты это делаешь? как ты это делаешь? а как я это делаю? ты только что до этого сказал про это что ты так только нормальный полицейский такого не сделает он бы три раза предупредил бы человека если бы он откуда ты знаешь сколько раз предупреждали? да я человеку поверю да я тебе это уже очень сильно я человеку поверю уже раз было здесь даже два раза кто-то мог предупреждать и у вас что-то зафиксировалось если у него вообще бодикамеры нет у вашего сотрудника А, еще бодикамеры нет? Да. Он же ствердит, что все есть. Делайте официальный запрос, и все будет. Как обычно, пароли стоят на бодикамере. Вот, ребята, вот это третья рота, третий батальон, который у них командир Куденко, которые стоят на выезде из Песочина, ой, которые стоят возле Песочинского МРЭО, на знак 20 тонн. А у вас есть видео, где он проехал на 20 тонн? Там здесь же не габарит. За ним габарит, скорее. Какое определение не габарит? Чем? Да, вы померяли, кстати? Вы дело рассмотрели? Закрывайтесь, мыши. Друзья, еще раз объясняю ситуацию. Есть мост 20 тонн. Непосредственно третья рота, третий батальон, вот эти вот, стоят возле Песочинского МРЭО, вот здесь вот. и пытаются выписывать постановление за проезд под запрещающий знак. То, что выписать, это одно, а то, что они рассчитывают на то, что кто-то им предложит бабок, и они якобы, ну не вопрос, если бы предложил, они его три раза предупредили, они сказали, не нужно, не нужно, за это будет ответственность. Вопросов нет. Ну, когда человек объясняет, что у меня в файле просто лежат бабки, да какая разница, там ничем не запрещено, где должны быть бабки. И все. Эти пытаются наказать человек. Поэтому я не знаю просто, что нужно сделать, чтобы такие как они не работали у нас патрульная полиция. И они потом хотят какое-то уважение. И вы видели сами, как он факью показал. Ну, ничего страшного, как бы. Сейчас выйдут, мы посмотрим, посмотрим служебные посвящения. Смотрите, делает вид, что, короче, голове прислонил. это наш полицейский. Это наш полицейский. Я думал, тут бондарь сидит. Это не бондарь. Я в маске сидят, не вижу ни хера. Короче, следственно-оперативная приедет, посмотрим. Может, Куденко приедет еще. Сидят, пишут. Так что, как-то так. Я потом включусь. Они привезли выехать. все. Здравствуйте. Все за недоразумение, мужики. Все он понимает панику. Добрый день. Приставьтесь, пожалуйста. Старший лейтенант полиции, Якимин Андрей Игоревич. Если что, у нас прямой эфир. Если что. Ваченко, подожди, Ваченко, Егор Игоревич. Это же мы на камеру фиксируем, чтобы запомнить, понимаете. Якименко, Андрей. Я так понимаю, как у вас на городке спрашивают. Как вы создавали документы, в которых проходили деньги? Я сюда, у меня парень. Даем поясение по факту того, что приехали, вас остановили. А в центре вы передавали документы, в которых просто вложили ваши личные деньги. Каких-либо нареканий о том, что вы хотите дать запах. Абсолютно. Все. Так и понимаю, пояснилось. Кто-то остановил. Все. Она такие есть. Ребят, просто я вам объясняю. Ситуация непосредственно. Я так понимаю, что... Я вам просто объясняю. Какие я человеку? Смотрите. Сегодня вы, наверное, попадаете постоянно на вот такой вот приезд. Третья рота, третий батальон. Я в этом уверен на 100%. Только один экипаж. Я на камеру ничего вам не буду говорить. Хорошо. Я вам... Я вам... Я вам делаю просто, как говорится, предусторию. Я все прекрасно хотела. Уже накипел. Макаров, у меня в отчество. Мне тоже. Понимаете? Я вас... Давайте не будем. Макарову тебе. У меня хватит. На свой телефон сфоткай его посвечить. Голумян Михайло Григорьевич 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 А я prevail, все понятно Пошли дальше Другая ситуация Чтобы вам было понятно, что все, которые ходят с камеры, они вот так поделывают, вот это мусора, им никогда в руки не переддавайте, как и Barbara Другим, выذкали, что это Б served Для общего обозревания Ты поняли, что это? Ну просто. Идет просто. Ты включи на кроняк. Ключи. Чего? Ну свою. Ключишь и саду. Вот документы уже потеряли. Пошли со мной. Пойдем со мной. Как вещдок какой-то. Типа. Я сказал предупреждал. Вы подпредели ко мне. Он один был. Его предупреждали. Я не сказал, что я предупреждал. Там у меня все записано. Это должно быть зафиксировано где-то. На бодикамере. У него была бодикамера? Это мои деньги. Я их зарабатываю. Я его предупреждал. Ты ему четыре раза предупреждал? Ты врешь. Я вас не предупреждал? Я не говорил. Абсолютно. Водикамера у него была. Все. Годится. Годится. Вот народ посмотрите. Два. Матюка. Ребят. Вы сами все увидели. Как работает третий батальон. Третья рота. Три архаровцы. Которые пытаются себе заработать бонусы. Ну, якобы, руководство им платит за тысячу ривен. За то, что они выявляют дачу взятки должностному лицу. Я вас очень прошу. Никогда не давайте взятку вот таким вот мусорам. Если даже вы пытаетесь дать взятку. Они вас обязаны предупредить. Как минимум два раза, что не надо мне давать. Это нормальные полицейские. А мусора вот такие будут делать вот так, как они сейчас поступили. Поэтому все. Ставим лайк и подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok